Опасности подстерегают маленьких детей за пределами квартиры, на дорогах, детских площадках, в парке или любом другом общественном месте. Но, как показывает практика, беда случается не только на улице. Маленький ребенок, который активно познает окружающий мир, часто устраивает родителям настоящие испытания на прочность. Любопытство у детей на первом месте, а вместе с ним крох подстерегает огромное количество опасностей дома. Это и острые углы, и розетки, и мелкие предметы. Всего в Брестской области в текущем году зафиксировано около 40 случаев происшествий с детьми. В большинстве своем дети получали травмы в быту. Это выворачивали на себя емкости с кипятком, падали со стула либо с кровати, спотыкались на лестнице. Однако дети также получают травмы и в результате ДТП, когда выбегают из-за припаркованных автомобилей под колеса движущегося транспорта, а также электротравмы. В летний период к списку опасностей добавляется еще одна проблема – это открытые окна. Жаркое лето 2023-го ударило не только градусом, с теплыми днями общую сводку трагедии все чаще стали пополнять истории падения крох из окон. Если одни малыши при этом практически не пострадали, то другим после травм пришлось восстанавливаться долгие месяцы. Как показывает практика, риск, что ребенок может открыть окно, слишком высок, а потому необходимо соблюдать простые, но такие важные правила. С начала года в Брестской области зафиксировано три случая выпадения детей из окон. 1 мая в Пинске 7-летний ребенок выпал с высоты 2-го этажа. В Бресте 25 июня 3-летний ребенок выпал с высоты 9-го этажа. И также в Бресте 27 июля 1-летний ребенок выпал из окна дома с высоты 2-го этажа. К счастью, во всех случаях дети выжили, но получили серьезные телесные повреждения различной степени тяжести. И во всех случаях дети опирались на москитную сетку. Стоит сказать, что трагедии произошли в благополучных семьях, однако в какой-то момент дети находились в комнате одни, а родители занимались своими делами в соседних комнатах. Поэтому, обращаясь к родителям, хотелось бы еще раз напомнить, что дети в силу любознательности во время игр не видят опасностей, поэтому за ними нужно постоянно наблюдать. Также стоит отметить, что необходимо оборудовать окна запирающими устройствами, открывать окна не на распашку, а на проветривание. К сожалению, из чужих трагедий не все родители делают выводы, и печальная статистика падений малышей повторяется из года в год, чаще, разумеется, летом. Оставленная без присмотра в режиме проветривания окно или москитная сетка не гарант безопасности ребенка, потому ответственность за жизнь своего малыша лежит на плечах взрослых.